Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Об этом событии, о котором поведал только лишь евангелист Иоанн, но в XIX веке, в начале XX, много было споров, вплоть до того, что даже разная отрицательная либеральная критика библейская просто отрицала подлинность этого события, воскрешения Лазаря, и считали, что это как бы рассказ-притча на тему о богаче и Лазаре, продолжение другой притчи евангелиста Луки, и как бы истолкование того, что может быть, если действительно кто-то из мертвых воскреснет, и все равно иудеи, ожесточившиеся, не поверят, даже если кто-то из них явится воскресшим. Но действительно многие поколения христиан задавались вопросом, почему же такое вроде бы исключительное событие, как воскрешение мертвеца, притом разлагавшегося, об этом повествует только один евангелист, а остальные ни Матфея, ни Марк, ни Лука не упоминают вовсе. Ну, например, есть какие-то чудеса, о которых упоминают все евангелисты, например, умножение хлебов и накормление пятью хлебами пяти тысяч человек. Об этом все евангелисты упоминают. А вот об этом чуде воскрешения Лазаря только лишь один евангелист Иоанн. Это многих христиан в разные эпохи действительно ввергало недоумение. Существует ли ответ, почему три евангелиста воздержались вообще о упоминании этого события? Знали ли они об этом? Наверняка знали. А повествует об этом только евангелист Иоанн. Но надо сказать, что и у других евангелистов тоже есть повествование об оживлении Иисусом уже умерших. Воскрешение дочери Иоаи и Аира, начальника синагоги, об этом три евангелиста рассказывают, не рассказывает Иоанн. И один евангелист Лука тоже повествует об оживлении умершего сына вдовы в городе Наине. Но вот о Лазаре повествует только один Иоанн. На самом деле, все-таки, объяснение этому есть. Исходя из устного предания о Лазаре, который был впоследствии епископом Кипра первым, и исходя из того, что иудеи после совершенного чуда желали убить Лазаря, не только с Иисусом расправиться, но и с Лазарем покончить. Вот если сопоставить то, что говорит евангелист Иоанн, и устное предание о том, что Лазарь был первым епископом на Кипре, и впоследствии умер своей смертью собственной, примерно 30 лет спустя, можно сделать такой вывод, что евангелисты, писавшие свои тексты, синоптики, раньше, чем Иоанн, ну, в таком случае умышленно, действительно, не упомянули об этом событии, вероятно, желая, чтобы Лазарю не был причинен никакой вред, скажем так, из таких вот таких соображений безопасности для него самого. А евангелист Иоанн значительно позже писал свой текст, когда уже Лазаря не было в живых, и он мог свободно упомянуть об этом событии. Вот только такое объяснение, скорее всего, может существовать насчет этого намеренного умолчания у других евангелистов об этом событии. Конечно, это событие весьма впечатляющее, оно было впечатляющее и для современников, тем более, что именно это событие послужило последней каплей для первосвященников, книжников, для всех тех, кто враждовал против Иисуса, когда они сделали вывод, что этот человек столько много чудес творит, что этому надо положить конец, как бы ни пришли римляне, после чего уже не овладели бы нами этим городом, вот, нашим святым городом. Об этом сказал Каяфа, как известно. Это вне рамок сегодняшнего чтения, но это продолжение. Об этом упоминается в конце 11 главы Евангелия от Иоанна. И, несмотря на то, что хронология здесь в церковном, так сказать, календаре нарушается, потому что, скажем, вход Господень в Иерусалим, который мы будем праздновать сегодня вечером и завтра, он не произошел тотчас после воскрешения Лазаря, но имеет с ним внутреннюю связь, потому что, опять же, евангелист Иоанн упоминает, что столько много народу вышли навстречу Иисусу, не только ради Него самого, а именно потому, что были впечатлены совершившимся воскрешением Лазаря. И таким образом церковь намеренно поставила эти события, вход Господень и воскрешение Лазаря, объединив их фактически сегодня как бы предпразднство входа Господня в Иерусалим, вот, потому что и воскрешение Лазаря, повторяю, послужило последней каплей терпения врагов Иисуса. И, в общем-то, ученики, узнав, что Иисус хочет идти в Иудею и оживить своего любимого умершего друга, напомнили, а давно ли тебя хотели побить там камнями? И ты опять хочешь идти туда. Но Иисус все-таки, зная, конечно, что это приблизит час Его страданий, это ускорит Его страдания, тем не менее, идет туда, чтобы оживить своего любимого друга и сестер Марфы и Марию, успокоить в том числе сестер Лазаря. Он знал хорошо это семейство, очевидно. И вот, если сравнивать с Евангелием от Луки повествование о Марфе и Марии, то можно найти такую интересную особенность. Марфа у Луки предстает, как некая такая суетящаяся, желающая угодить Иисусу, заботящаяся об угощении Его, о земном, в чем даже Иисус, так сказать, ее немножко присмирил, говоря, что вот Мария, слушая меня, она благую часть избрала, которая от нее не отнимется, а ты суетишься, так сказать, о многом, а одно только нужно. Так это у Луки. А здесь у Иоанна совершенно наоборот, как бы Марфа и Мария меняются местами. Марфа проявляет пример удивительной веры, более того, она, можно сказать, исповедует Иисуса Христа, когда Он говорит, что «Я воскресение и жизнь, да, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек, веришь ли этому?» Она говорит, «Да, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Выше и точнее, лучше этого исповедания в то время, ну, нельзя было просто высказать. А Мария, как бы наоборот, безутешно плачет и предается вот этому горю, можно сказать, без остатка. Вот, она в смятении, она полностью, можно сказать, отдалась этому плачу. А Марфа, вот наоборот, как-то являет такую удивительную силу духа. Так что не все так просто с Марфой и Марией. И Марфа, вроде как, в одни моменты может проявить себя по-земному, несколько, а в другие показать силу веры. И Мария, которая слушала слова Иисуса, здесь, можно сказать, вот предалась безутешному горе и только плачет. Но вот Иисус дальше действительно совершает это чудо оживления четвергдневного уже разлагающегося мертвеца. Здесь надо иметь в виду еще то, что, о чем мало кто знает. У иудеев существовал обычай после смерти человека, а хоронили в тот же день, в день смерти, в последующие три дня проверять гробницу, чтобы исключить всякую возможность захоронения по ошибке. А такие случаи бывали в то время, когда медицина была, в общем-то, на таком слабом начальном уровне. три дня полагалось проверять гробницу, а четвертый день уже означал, что всякая возможность жизни похороненного человека исключается вовсе. Ну, тем более в случае Лазарем, который уже разлагался и издавал запах. то, что Иисус сам воскреснет на третий день, это тоже некоторым образом связано с тем же обычаем, зачем нужно было мироносицам, женам опять-таки идти гробниться. Вот опять же они проверяли, а вдруг остается надежда на жизнь или слабые какие-то признаки жизни. Вот полагалось в течение трех дней проверять гробницу. Ну, и, конечно же, само оживление Лазаря, оно с одной стороны, как церковь напоминает, есть удостоверение будущего всеобщего воскресения, как об этом поется в тропаре праздничном, а с другой стороны, оно все-таки весьма далеко отстоит от воскресения Христа и оно ближе в ряду тех оживлений мертвых, которые, скажем, силой Божией совершали пророки, например, Елисей и Илья. И, конечно, оно стоит в ряду тех оживлений, которые сам Иисус производил над дочерью Иаира и над сыном вдовы, живущей в городе Наим. Это оживление к этой временной жизни все-таки. Ну, как известно, что Лазарь умер впоследствии своей смертью, будучи еписком кипрским. Воскресение Христа, тем не менее, которое мы будем праздновать через неделю, это уже из ряда вон выходящего, это уже исключительное событие, поднимающееся над всеми и между воскрешением Лазаря и воскресением Христа все-таки есть пропасть. Воскресение Христа уже в жизнь вечную, в царство непоколебимое, как об этом сегодня было сказано в послании к евреям в отрывке календарном. Это уже в царство непоколебимое, немеркнущее, неприходящее, тогда как оживление к этой временной жизни все-таки оно и остается таким вот событием в рамках этой земной истории. Хотя прообразует и воскресение Христа, и будущее воскресение каждого из нас. Одно дело прообраз, другое его исполнение. Ну и конечно же также разные святые отцы древности любили под лазарем смердящим и повязанным так сказать спеленутым погребенным любили рассматривать душу человеческую в принципе каждого из нас. потому что душа человека так сказать повязанная связанная по рукам и ногам вот это мы сами грешники вот иногда источающие смрад греховный вчера в частности на вечернем богослужении было такое молитвословие мертвого смердящего лазаря воздвигнувший на четвертый день Христе воскреси меня умершленного ныне согрешениями и положенного во рве и мрачной тени смертной но как милосердный избавь и спаси меня пусть воскресший Христос воскресит наши души от мрачного греховного сна оживит их и конечно по весне пасхальной пусть эти души расцветут пусть наши души расцветут как те вербочки как те пальмовые ветви зеленеющие и прочие так сказать цветы которые по весне пасхальной сейчас появляются аминь пасхальной пасхальной